Специалисты изучают состояние столбов на Виадуке. После вчерашнего обрушения опор линии электропередачи, сегодня на месте происшествия побывали сотрудники управления электротранспорта. Движение автомобилей общественного транспорта на мосту было восстановлено, однако рядовые граждане отметили, что не только столбы оставляют желать лучшего, но и сам путепровод. В мэрии, между тем, заявили, что большинство столбов флэп изношен, а вот мост, который связывает ботанику и центр города, в удовлетворительном состоянии. Эти кадры были сделаны накануне на Виадуке, где рухнули две опоры контактной сети. Водители оказались заблокированными в пробке. Движение на данном участке было затруднено. К счастью, никто не пострадал. После того, как накануне эти два столба рухнули и парализовали движение по мосту, сегодня движение автомобилей общественного транспорта на этом участке восстановилось. Рано утром сюда приехали работники муниципалитета и вывезли рухнувшие опоры. Сюда же были направлены две спецмашины, которые удерживают провода. Прохожие были встревожены не только состоянием столбов, но и всего моста. Могли упасть на кого-то, предполагают, что и провода очень опасные. Если никто за этим не следит. На месте происшествия побывал и ответственный за проектирование инженер. Для того, чтобы не произошло в дальнейшем каких-то, скажем, эксцепциональных ситуаций, надо специалистам в данной области обследовать все стойки, дать рекомендации. То ли по ремонту, то ли по усилению, а если нужно, то и по замене. Тем временем городоначальник во всем винит предыдущее руководство мэрии, которое за долгое время так и не заменило столбы. Специалисты изучат состояние опор на Виадуке и выступят с предложениями, хотя эта оценка технического состояния проводится систематически. До недавних пор никто не задумывался, как можно постепенно заменить столбы и систему уличного освещения. С другой стороны, граждане нам признались, что испытывают страх, когда проходят по столичным мостам. Например, путепровод на Михае Витязула практически трещит по швам. Нужно отремонтировать, но не так. Немного цемента и все. Желательно здесь все поменять. А на измаильской власти сузили полосы движения, чтобы сократить давление на опоры моста. По словам руководителя управления общественного транспорта, мосты в Кишиневе в удовлетворительном состоянии. Была проведена тщательная экспертиза мостов. Они не представляют угрозы, по ним можно передвигаться. В целях безопасности на Измаильской были установлены разделители, чтобы при следующем нашем вмешательстве мы могли улучшить состояние моста. Не первый год столичные власти проводят тендеры на реставрацию моста на Михае Витязула. Но безрезультатно ни один экономический агент не изъявил желания участвовать. Первоначально для ремонта одного моста в муниципальном бюджете было предусмотрено порядка 72 миллионов леев. При этом недавняя экспертиза показала, что 4 из 6 столичных мостов требуют срочного вмешательства, поскольку их срок эксплуатации превышает 40 лет.